Я так понимаю, вы уже сначала жили в Бразилии, потом мы переехали в Испанию. Ше-ше, ше-ше. Ты работаешь в Макдонс, как улыбаться все время? Привет, ребята! Хей! Сегодня с вами Ника, сегодня я без Милена, потому что я обычно со своей сестрой здесь вам все рассказываю про образование за рубежом. Но сегодня я одна, и у меня в гостях специальный гость, о котором я чуть позже расскажу. На нашем канале мы говорим про образование и жизнь за рубежом, но сегодня мы решили сделать такое небольшое исключение и поговорим про образование и жизнь иностранцев в России. Сегодня у нас в гостях Анна, Анна Лаура, да, твой бренд? Да, Анна Лаура. Анна Лаура, и она родом из Бразилии, с родителями она жила какое-то время в Испании, да, на Канарских островах, а потом решила переехать и начать свою жизнь здесь, в России. И она сейчас живет в городе Курске и учится там, в Курском государственном университете. В Курском государственном университете. Замечательно! Ху! У меня к Анне очень много вопросов. Мне хочется, чтобы она рассказала себе, чтобы она поделилась, почему она решила переехать в Россию и в Курск, потому что, мне кажется, в основном ребята переезжают там, типа, в Москву или в Санкт-Петербург. Почему Курск и так далее. Мне, наверное, самый такой первый вопрос, такой основной вопрос, мне кажется, который задают тебе все. Очень часто. Да, почему Россия, во-первых, да, и почему Курск? Ну, почему Курску даже легче говорить, чем почему Россия? Ну, Россия всегда меня интересовалась. Я 7 лет занималась балетом, так, поэтому Россия была, как это, очень важна, потому что большой академии есть только в Москве и в Бразилии. А поэтому мечта всей балерины это попасть как минимум один раз в Россию и танцевать тут. То с этого момента начался мой интерес к России. Потом я развивалась, все, и интересовалась русским языком, и думала, ну, чтобы учить язык, мне надо там жить, потому что это не лиркой язык, который можно просто по книгам учиться. Да, достаточно сложно. Да, очень сложно, можно так сказать. И моя мама сказала, ну, если ты не хочешь, я как-то устала была от Испании, больше от культуры, как-то мне не очень зашло, и я сказала, ну, если ты не хочешь в Испанию, почему мне в России? Там, скорее всего, даже дешевле будет, чем чтобы ты учила в Мадриде и прочее. Мы искали, вначале, конечно, я хотела в Москве учиться, ну, тоже не очень дешево было университет, который мне предлагали, мне предлагали МГМУ, РУДН и МГУ. То другие варианты я даже не узнала. И это университет, они, можно сказать, самые дорогие, наверное. И поэтому другой вариант, самый дешевый, мне сказали, ну, в Курске есть университет, там легче учить русский язык, потому что там никто не говорит на английском, и так тебе придется учить. Да, да, это правда. И это правда. И поэтому я приехала в Курск. Класс! А вот мы тоже с Маленой на своем канале рассказываем про разные стипендии, которые могут помогать иностранным студентам учиться его за рубежом. А можешь рассказать, есть ли такие стипендии для иностранных студентов в России? Была ли вот у тебя такая возможность где-то найти, ну, какое-нибудь спонсорство? По теории есть, но, насколько мне объяснение, это легче получить для магистратуры. Когда ты уже учился 4 года в бакалаврят, и тогда из-за твоей оценки, из-за того, что ты как-то показываешь, что ты хочешь оставаться в России, тогда у тебя может быть возможность получить на магистратуру бесплатно. А еще у нас в Бразилии есть программы для развития науки, то, которые задают всякие scholarship, не знаю, как это на русском. Да, стипендии, да. Стипендии, да. Все понимают. Чтобы учиться в разных странах, особенно странах Брикса, в естественном науке, а есть гуманитарные. Поэтому как-то не получилось. Не попало ни туда, ни сюда. А вот можешь рассказать немного про Испанию? Почему ты там решила... Я так понимаю, вы уже сначала жили в Бразилии, потом мы переехали в Испанию. В Испанию, да. Ну, было потому, что раньше моя мама был парень из Испании, поэтому у нас там были знакомы. На самом деле наши корни итальянские, но там у нас нет никакие знакомые, потому что все уехали еще в 19 веке. Поэтому получилось, что там у нас были контакты, которые нам помогали, чтобы я поступила в школу и все. И поэтому именно на Танадо, потому что там были наши знакомые. Там я училась бесплатно, и у меня было возможности, можно так сказать, поступать в бесплатный институт, но это должно быть в другие города. И поэтому все равно моей маме пришлось платить за обширение. Все это мы решили, ну, я как-то устала с московым языком. Можно уже другой язык. Класс, понятно. Рада, сейчас у меня будут вопросы к тебе по поводу русского языка. Сейчас давай посмотрим. Тоже часто. Да, тоже такой вопрос, часто задаваемый. Сложно ли для тебя было выучить русский язык? И как вот долго ты его учила перед тем, как приехать сюда? Ну, перед тем, как приехать, я училась только год. Обалдеть. Обалдеть, да. Ну, мой первый год в России, я училась на подготовительном факультете. Это только русский язык, и несколько предметов на русском, но в основном русский язык. Я чувствовала, что я начала действительно понять все на втором курсе. На втором курсе уже своего университета или после? С университета. Ага. То есть, год учения дома, потом под факт, как мы говорим, первый курс. На втором курсе я как-то... Наверное, я уже понимаю лекции. Ну, а это первый курс было действительно... Я просто сидела на лекции, как... О чем? Ну, я поняла, о чем, там, древнеегипты. Да, все равно, слушай. Но... Когда быстро говорили дату, например, ой, я не могла писать, только 1900-е я, и что? И что дальше? Да, было тяжело. Ну, в основном... Ну, я могу сказать, что для меня русский язык не очень тяжело было учить, потому что... Как для других иностранцев, я так понимаю, потому что португальский язык по звучанию похож на русский язык. То есть, звуки, да, какие-то похожи? Да. Конечно, есть звуки, которые у нас нет, как... Вот это у нас нет. И то, что у вас очень длинные слова, часто бывает. Да, ну, на самом деле, мне очень нравится, потому что, по-моему, звучит очень красиво. А у нас такого нет, поэтому... Мне очень сложно понять, как звучит русский язык, поэтому... Я же, знаешь, я не слышу, я как-то уже больше... Да, да, в начале, когда я еще не говорила на русском языке, это всегда было... Что-что-что... У нас очень много слов с... Да. У нас моя сестра набрала интервью, она сейчас живет в США, она набрала интервью ребят с кампусом, своих вот одноклассников, они и там из Америки, и из разных стран. И она им читала стихотворения на русском языке и спрашивала, как для них звучит этот язык, тут будет или тут... Тут будет ссылка на это видео, обязательно переходите посмотреть. Вот, и они дали, говорят, что вот так вот звучит... Да, у нас очень много таких вот твердых получается, да, классных. Слушай, а вот как к тебе относятся учителя? Вот первый год ты говорила, что тебе было сложно понимать лекции, как же ты сдавалась в сессии, как именно учителя к тебе относились? На самом деле хорошо, потому что, в отличие от других иностранцев, как-то можно сказать, что я действительно выбрала Россию, и мне нравится русский язык, поэтому преподаватели, они заметили, что я старалась что-то делать, а были другие иностранцы. Чаще всего из Азии или из Африки были, но, как я понимаю, они все по государственным проектам, программам, да, участвуют, поэтому они, наверное, не выбрали именно Россию. Им прям очень сложно, и преподаватели, они просто... Ладно, первые годы мы помогаем, поставим тройку, но потом как-то тебе надо что-то делать, а я на святое ни одной тройка не получила, то как-то они видят, что ты стараешься, но первый год они как-то помогали больше, помогали, они как-то... на самом деле это тройка, но, как я вижу, что ты стараешь, можно четверку поставить. Классно. Какое вот отличие от твоей жизни вот в Испании или в Бразилии и вот в России? Вот мы говорили про то, что бразильцы всегда улыбаются, и русские это совершенно наоборот, а вот это мне очень нравится. Да, серьезно? Да, потому что... Особенно вот, когда у меня очень часто бывает плохое настроение. Когда у тебя плохое настроение, ты не хочешь улыбаться кассиршу. Ну да. А в Бразилии обязательно это делать. Обязательно. Ну, действительно, например, официанта не могут увалять из-за того, что он не улыбается. В Бразилии, да? Да. В Бразилии они могут увалять из-за того, что ты не улыбается, когда ты работаешь в Макдональдс. А я считаю, это просто ужас. Ты работаешь в Макдональдс, как улыбаться все время? Ты работаешь в Макдональдс, вообще зачем улыбаться? если ты был президентом России, может быть, с такой зарплатой хорошо улыбаться каждый день. А в Макдональдс я не вижу смысла. Класс. И тогда последний вопрос, какие у тебя планы на будущее? Планируешь ли ты, наверное, да, в основном всем интересно, планируешь ли ты остаться в России, да? Или, может быть, поехать в еще одну страну? Или там, поехать обратно? Вот где вот после университета? Вопрос открытый пока, но я недавно ехала в Питер, в этом году уже два раза, и я уже класс, и думала, ну, может, магистратура в Питер. Это было бы очень интересно, но одновременно я тоже подумала, после магистратура, наверное, уехать из России, может быть, и Германии, мне очень интересно, и Англию. Анна, большое спасибо за то, что ты была сегодня с нами на нашем канале. Не забудьте подписаться на канал Анны, он будет внизу, в описании, обязательно рассказывать про свою жизнь, она рассказывает про разные приколы, которые с ней здесь происходят. Жизнь из иностранковой России, это очень интересно, ребят, так что посмотрите. Я думаю, на этой ноте мы закончим, большое спасибо за это интервью, было очень интересно с тобой пообщаться, я думаю, наши подписчики тоже обрадовались такому новому видео, у нас никогда не было приглашенных гостей, поэтому... О, первое! Первое! Горжусь, спасибо за приложение, это было очень круто, то, что я ехала тут в Орожжево, чтобы снимать. Да, она специально сюда приехала, 4 часа на автобусе, я очень, как бы, спасибо большое. Спасибо тебя за приложение, мне очень круто. Все, ребят, мы на этом заканчиваем, спасибо большое за просмотр, не забудьте подписаться на наш канал и ударить по кнопке лайк. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! О, май гаш, тоже мне все звонят! О, май гаш,